Лишится отопление в мороз коммунальное испытание для жителей Твери. Из-за прорыва на трубопроводе 19 тысяч человек остались без тепла. Перепады температуры и мощные снегопады стали причиной серьезных проблем во многих областях Центральной России, в том числе в столичном регионе. Заносы и гололед на дорогах, аварии и пробки. Где самая сложная ситуация и каких еще сюрпризов ждать от стихии? Ответы на эти вопросы в репортаже Георгия Альсашвили. Как вам погода, скажите? Рождались. Атлантический циклон взял курс на восток. Сегодня под ударом стихии уже по Волжье. В Ульяновске из-за сильнейшей метели не вышли в рейс междугородние автобусы. В Волгограде вместо снега ледяной дождь. Его следы повсюду. Улицы посыпают солью и песком. Причем не только коммунальщики. Только сегодня? Ну да не то слово. Ледяной коток. Шквалистый ветер в Нижнем Новгороде и 0 градусов ощущается как минус 8. В Саратове снегопад. Техника очевидно не справляется. Похожая картина в Казани. Метель спровоцировала в городе восьмибальные пробки. В снегоплавильных машинах каждый час исчезают тысячи кубометров снега. А его все подвозят и подвозят. Техника работает круглосуточно, но осадков рекордное количество. Ветер сильный был, да, как-то. Но меня не сдул. Да нормально, мне кажется. А что касается сугробов, ну как же зимой без сугробов. Снегопад с новой силой обрушился на город накануне ночью. До шести утра мило-мило по всей Москве. Так что у многих водителей поездки начинались с откапывания своих авто. К утру вроде бы распогодилось, но уже днем циклон вновь напомнил о себе. В Москве снова снег, пока еще небольшой. Это, конечно, еще не метель, но синоптики осторожны. В прогнозах на улицах и во дворах в столице работают 15 тысяч единиц спецтехники. Плохая видимость на дорогах, пробки и аварии. Водителей предупреждали, сегодня лучше на метро. Услышали не все, потом жалели. Тормозной путь увеличивается сильно, заносит. Вот на такой каше, естественно, то есть на минимальной скорости двигаешься вполне нормально. Аэропорты столицы, где накануне десятки рейсов не смогли вылететь вовремя, сегодня работают в штатном режиме. Все задержанные самолеты уже отправлены, а расписание полетов, если и корректируется, то незначительно. На данный момент ситуация полностью стабилизировалась. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Все рейсы на вылет и прилет выполняются по центральному расписанию без задержек. Пассажиры, чьи рейсы были отменены в течение последних двух дней, уже переоформлены на последующие рейсы и в большинстве своем вылетели в пункты назначения. Тем не менее, мы рекомендуем всем пассажирам пользоваться услугами Аэр-экспресса, потому что ситуация на дорогах достаточно еще сложная. В течение дня температура понижалась во всем центральном регионе. В Твери от ударивших морозов прорвало магистральный трубопровод. Без тепла и горячей воды остались в общей сложности 19 тысяч человек. 60 жилых домов, две школы и детский сад. Вот, подруга, вот. Нет, отопления нет. Чтобы хоть как-то согреться, замерзающие люди зажигают газовые конфорки. Восстановительные работы велись весь день и продолжатся ночью. Пока к месту прорыва сложно даже подступиться. Из него бьет горячий пар. Когда тепло вернется в квартиры, все еще неизвестно. Между тем, сегодня ночью в Твери похолодает до минус 14 градусов. Георгий Алисашвили, Олег Снусаренко, Ольга Паутова, Юлия Худорова, Екатерина Белова. Первый канал.